Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Здравствуйте, это программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Феденгаурова. Я рада приветствовать в этой студии политика Владимира Рыжкова. Здравствуйте. А уж как я рад. Разъясните мне, что происходит вокруг заявлений Рамзана Кадырова по поводу присутствия чеченского спецназа в Сирии. Вчера только все обсуждали, что ничего себе, как же так раскрыл неожиданно Кадыров агентурную сеть. А сегодня уже Оливий Каримов, пресс-секретарь Кадыров, говорит, что там в Сирии находятся исключительно по своей инициативе некоторые молодые люди. Их никто не отправлял. Они куда-то сообщают известную информацию. Представляющую оперативный интерес. Она оказывается полезной. Дело в том, что, возможно, какие-то спецподразделения, в том числе чеченские, там и есть в Сирии. Исключать мы этого не можем. Но они не могут там находиться на законных основаниях, если нет соответствующего решения российского парламента и нет соответствующего решения Министерства обороны Российской Федерации. Поэтому, по всей видимости, он сказал, что они там есть. Потом объяснили, что даже если они там есть, то может быть даже и те, кто рядом есть. Потом объяснили, что если даже они там есть, то манифестировать этим не стоит. Тем более, что дело не только в юридической стороне, но и в том, что после такого заявления их начнут с утроенной энергией искать. Про кого говорил Рамзан Ахматович. Поэтому я не исключаю, что там есть какие-то спецподразделения. Но если они там и находятся, то в секретном порядке. А официально там находится группировка российских вооруженных сил в соответствии с двусторонним договором России и Сирии. Там есть авиабаза, как мы знаем. На этой авиабазе есть группировка и силы обеспечения технической защиты. И она работает там по тем целям, которые определяет Миноборона. Ну вот, кстати, про участие российских вооруженных сил в Сирии, в сирийской операции. Говорят и в национальной разведке США глава этой службы Джеймс Клэпер сказал, что военное участие Москвы в Сирии – это первое за десятилетие использования значительных экспедиционных ударных сил за пределами постсоветского пространства. И вмешательство Москвы подчеркивает продолжающееся существенное улучшение военного потенциала России. Гордимся? Молодцы! Мощь наращиваем? Здесь неоднозначная картина. Действительно, Россия за последние годы в разы увеличила свои оборонные расходы. В разы. То есть, ни одна другая статья бюджета у нас за последние годы не росла так быстро, как оборонные расходы. На сегодняшний день мы тратим, ну, чтобы было понятно, на сегодняшний день мы тратим на оборону примерно 4,5-4,7% ВВП. Много это или мало? Приведу пару цифр, чтобы аудитории было понятно. Из 28 стран НАТО, они приняли для себя решение, особенно для европейцев, они приняли решение, что страны НАТО, которые находятся в Европе, они должны тратить на оборону не меньше 2% ВВП. Не меньше 2%. То есть, по их меркам это много. Знаешь, сколько из 28 стран тратят не меньше 2%? 4%. Все остальные тратят меньше 2%. Если говорить, например, о великой военной державе Франции, которая всегда гордилась, что она великая военная держава, там вообще процента полтора ВВП они всего тратят на вооружение. И в этом смысле Россия входит сегодня в десятку стран мира с самыми большими оборонными расходами. И в этом смысле, кто там это, американская разведка говорит, да? Да, в этом смысле, конечно, российский военный потенциал значительно вырос, потому что мы огромные деньги направляем на закупку новых вооружений, разработку вооружений, на поддержание инфраструктуры, на военные учения. Вот сегодня очередные начались внезапные проверки на южном направлении и так далее. Но это оправданно? Вопрос в другом. Вопрос в том, что вот такой быстрый рост военных расходов, столь же быстрый рост полицейских расходов, столь же быстрый рост расходов на спецслужбы и вообще на всех словиков в комплексе, привел к тому, что сейчас в федеральном бюджете у нас расходы на силовой блок и на чиновников – 48% расходов федерального бюджета. На этом фоне мы уже несколько лет подряд сокращаем расходы на медицину, на образование, на науку, на культуру и на спорт. Поэтому здесь возникает парадоксальная ситуация. Да, и более того, я прямо связываю рост военных расходов с экономическим спадом в нашей стране. Потому что для того, чтобы финансировать постоянно растущие расходы на оборону, на полицию, на ФСБ, на бюрократию, и плюс еще не забывая, что у нас огромная статья расходов, так называемая национальная экономика, а это субсидии разным госкорпорациям убыточным, они у нас практически все убыточные. Для того, чтобы все это финансировать, нужны деньги. Для того, чтобы появились деньги, постоянно в России идет рост налогов. У нас каждый год увеличиваются налоги. А постоянный рост налогов приводит к тому, что бизнес начинает деградировать и сокращаться экономика. Поэтому вот такой парадокс. Да, военный потенциал России вырос за последние 5-7 лет, когда у нас пошел дикий рост военных расходов. Но экономика России оказалась в загоне. А дальше получается такая интересная вещь, что если вы, наращивая военно-силовые, бюрократические, неэффективные расходы на стройки и прочее, если вы загоняете в минус экономику, то у вас падает военно-стратегический потенциал. Это ровно то, с чем столкнулся поздний Советский Союз. Он, начиная с 1976-1977 года, начал последнюю в своей истории гонку вооружений, которые, согласись, что к 1985 году военный потенциал Советского Союза был гигантский. У нас было какое-то неимоверное количество танков, баллистических ракет, подводных лодок, ракет средней дальности, дальней дальности, ядерных снарядов для пушек. То есть, потенциал был гигантский, а экономика в итоге рухнула. Это не потому, что это является базой для здоровой экономики. Конечно, в том-то все и дело. Поэтому одно другому не противоречит. Как это ни парадоксально, страна может наращивать свой военный потенциал, одновременно с этим убивая свою экономику и свое будущее. Таких примеров в мировой истории было очень много. Начиная от Римской империи, которая в конечном итоге не смогла контролировать такую колоссальную территорию. Не хватило ресурсов. И кончая Российской империей и Советской империей, которые тоже в конечном итоге развалились из-за непомерных военных расходов. Поэтому здесь я бы не спешил сильно радоваться этому заявлению разведки. Понятно, для чего это делает американская разведка. Потому что военно-промышленному комплексу США обязательно нужно, чтобы был какой-то страшный враг. Так же, как и нам. Так же, как и нам. Для того, чтобы выбивать из Конгресса в их случае и из Государственной Думы в нашем случае. Хотя в нашем случае выбивать из нашей Думы несложно что угодно. Она сама... Ладно, воздержусь. Воздержусь от опасных аллюзий. Не будем разжигать ненависть к социальной группе депутатов. И не будем проводить с ними рискованных сравнений. Хотя все поняли, на что я намекаю. Она сама. Все что угодно. Поэтому здесь разведка работает на силовиков Америки. Раздувая российскую угрозу. А мы, россияне, должны помнить о том, что в наших интересах сбалансированное развитие. А сбалансированное развитие означает, что оборона должна быть достаточной. Достаточной. Для того, чтобы отразить любые угрозы. Но не чрезмерной. Для того, чтобы не погубить свою собственную экономику. И не ухудшить кардинальную жизнь собственных людей. С моей точки зрения, и здесь я не оригинален. Об этом же много лет уже говорит. Алексей Кудрин. И об этом в последнее время активно говорит тот же Герман Греф. Что у нас чрезмерные расходы на силовой блок. Я беру сюда все. И армия, и вооружение, и полицию, и спецслужбы, и прокуратуру, и следственный комитет. И МЧС. Их там не есть числа у нас. Силовиков самых разных. Мы слишком раздули эти расходы. И это уже начинает угнетать нашу гражданскую экономику. А только она может дать нам процветание и рост. Сейчас делаем перерыв. Три минуты. Это особое мнение Владимира Рыжкова. Вернемся к вам и поговорим об отношениях с Турцией. Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». И это «Особое мнение» политика Владимира Рыжкова по поводу отношений с Турцией. Кстати, та же самая американская разведка говорит, что есть вероятность эскалации напряженности между Россией и Турцией. Сегодня много очень заявлений по этому поводу. Нельзя сказать, что стороны настроены миролюбиво. Как вы видите развитие этого конфликта? Я вижу ситуацию в Сирии как очень опасную. Там есть очень большой риск вообще перерастания ее из гражданской войны, где Башар Асад воюет с повстанцами и с исламским государством, запрещенным в России. Там есть большой риск перерастания все это в большую международную войну, потому что буквально за последние дни Саудовская Аравия заявила, что готова туда послать сухопутный, подчеркиваю, сухопутный контингент. Потом они говорили, да нет, типа вот мы там говорим про небольшую группу специалистов, спецназа. Но тем не менее, даже сам факт заявления, что саудиты могут послать туда кого-то по земле, это в совершенно новое качество. Плюс вчера, сегодня об этом же говорят турки постоянно. Турки говорят о том, что они готовы вступить на территорию Турции для защиты населения от наступающей армии Башар Асада. А известно, что авиационную поддержку наступающей армии Башар Асада оказывает российская авиация. То есть, Сирия может втянуться, Турция может втянуться, на земле подчеркиваю. А Иран там уже вовсю воюет на стороне Башар Асада. И это страшно опасная ситуация, потому что мы можем не просто оказаться в ситуации, в положении дипломатической перепалки. Вы плохие, нет, вы плохие. Вы извинитесь, да нет, не будем мы извиняться. То, что мы слышим в последние месяцы после того, как был сбит наш самолет. Мы можем оказаться в ситуации вообще международной войны на Ближнем Востоке с участием России. А у нас сейчас не та ситуация, чтобы мы могли еще и втягиваться в какую-то... Нам вообще даром не надо, чтобы мы могли втягиваться в какую-то войну. Поэтому здесь я... Мне кажется, сейчас самое важное, что происходит в мире, происходит там. Там идет наступление Башар Асада на север при нашей авиационной поддержке. Есть заявление ООН, что мы там разбомбили две больницы и разбомбили несколько жилых кварталов. Подчеркиваю, это заявление ООН. Это не какие-то там правозащитные организации, которых у нас принято считать ненадежными источниками. Российский МИД, естественно, все это отвергает. Согласно версии нашего МИДа и наших военных, мы там ни одной царапины не нанесли за эти месяцы мирному населению. Убиваем исключительно боевиков. Но, тем не менее, наступление идет. И на сирийско-турецкой границе скопились 30 тысяч людей, которые бежали из своих домов. Турция их пока не пускает. В общем, это кошмар. На самом деле, это кошмар. И тут что опасно? Такое ощущение, что все повышают ставки. Башарас повышает ставки. Он говорит, я наступаю, я скоро всех разгромлю. Россия говорит, что вот видите, мы помогли Башарова суду. Он скоро всех разгромит. Саудовская Аравия говорит, мы не дадим братьев суннитов на уничтожение. Мы туда введем войска. Турция говорит, мы братьев из Алеппо не дадим на уничтожение. Мы туда введем войска. И это все ужасно страшно, потому что мы сейчас стоим в шаге от войны. Без надземной операции по-прежнему нет. Без надземной операции нельзя говорить о том, что два заявления есть уже от Саудовской Аравии и от Турции. Владимир Александрович, заявление это заявление. Я бы не относился так к заявлениям Саудовской Аравии и Турции. Это серьезные державы. С очень серьезным военным потенциалом. Поэтому надежда у меня только на то, что это просто повышение ставок перед переговорами. Что все-таки хватит всем здравого смысла ума не допустить этой ужасной для всех эскалации. И для России ужасной эскалации. Потому что мы должны будем тогда еще больше ресурсов, денег и жизни тратить на эту операцию. И я хочу напомнить, что у нас в основном мусульмане это живущие в России сунниты. Сунниты. А мы сейчас стоим на... Дал понять, что ему в общем все равно. Ну вот я не думаю, что нам должно быть все равно, выражусь так осторожно. Потому что в России в основном мусульмане сунниты. И если мы будем втянуты в конфликт суннитов и шиитов на стороне шиитов, а пока так выходит по всему, то в общем нехорошее это развитие ситуации. Поэтому я надеюсь на то, что Сергей Лавров, который безусловно высочайший профессионал, что он приложит все усилия для того, чтобы все сели за стол переговоров. И чтобы вот та эскалация, Таня, о которой вы спрашиваете, не произошла. Это особое мнение Владимира Рыжкова. Главная новость, которую обсуждают сегодня, во всяком случае в Москве, это конечно ночное уничтожение, побоище. Ночь хрустальных ларьков. Ночь хрустальных ларьков, длинных ковшей. Вы по-разному назвали вот это вот уничтожение торговых павильонов. Зачем? Кому нужно? И для московской власти... Знаете, как один наш слушатель замечательно сформулировал, Собянин сильно попал вот с таким вот поступком? Вот я, когда увидел эти фотографии ужасные, разрушенные... Да что фотографии? Я сейчас шел сюда от метро Арбатская. Там громят вот этот вот павильон двухэтажный, который идет вдоль дорожки. Все это напоминает Сирию немножко, если еще только выбрать ракурс. Тем более двусмысленный на фоне Минобороны. Так вот, я, честно говоря, вообще не понимаю, что делает Собянин и что делает московская власть. Вот бывают такие моменты, когда я не понимаю. Во-первых, задача любого муниципалитета или задача любого крупного города... Главная задача. Для чего существует городская власть? Вот такой детский вопрос. Отвечаю. Городская власть существует для удобства горожан. Святой вы человек Владимир Александрович, хочу вам сказать. Может быть, я дожил до седых висков и все еще в это верю. Где же это существует городская власть? Соответственно, давайте протестируем решение Собянина о сносе ларьков с точки зрения общего блага. Есть такое понятие – общее благо. Интересы горожан. Вот лучше ли будет москвичам, как раньше было принято говорить, гостям в столице, от сноса 104 ларьков, магазинов и павильонов? Ответ – хуже. Потому что люди могли около станции метро по дороге на работу, тем более по дороге с работы, купить молочка, хлеба, каких-то других продуктов и овощей. Цветы жене. Цветы жене. Выпечка, которая имелась в изобилии. Господи, я думаю, вы скажете выпить. Выпечка. Да. Но где-то и выпить в лицензентах. То есть, сейчас очевидно, что в 15-миллионном городе, а Собянин называет население Москвы сейчас 15 миллионов, в 15-миллионном городе доступность элементарных продуктов питания, элементарных услуг станет гораздо хуже, чем была до ночи хрустальных ларьков. То есть, городская власть ухудшила среду обитания москвичей. С моей точки зрения, это совершенно очевидно. Приведу пример. Хорошо мне известно у Берлина. Население 3,5 миллиона человек. Как это устроено у немцев, которые славятся своим порядком и здравым смыслом? На каждой станции метро есть киоски. На каждой станции метро есть магазины повседневного спроса, где вы можете купить элементарный набор продуктов, бытовой химии, цветы, книжку, перекусить и так далее. Только так работают большие города. Это можно сказать о любом другом крупном городе. То, что делают московские власти, я вообще не понимаю с точки зрения удобства. Сергей Семенович, если вы хотите, чтобы город был красивым и провести зачистку города, вы сначала должны создать вот эту доступность. Доступность хлеба, молока, цветов и ферри. Доступность у всех, тем более у пересадочных станций, где 3-4 линии метро. Где в день проходит десятки тысяч человек в каждой этой станции. Потом что-то сносить. Здесь все делается ровно наоборот. Сначала устраивается пустыня, как в истории одного города Сатокова-Щедрина. Я напомню, что там был последний градоначальник, по-моему, Гурим Бурчеев, который несколько раз штурмовал собственный город и превратил его в мрачную, безжизненную пустыню. Нельзя сначала устраивать пустыню, а потом обещать людям удобство. Вообще делают обычно наоборот. Сначала устраивают людям удобство, а потом сносят неудобство. Поэтому вот с точки зрения главного критерия, но это еще не все, я надеюсь, что после новостей я продолжу. Да-да-да, у нас будет еще время. Значит, что с точки зрения главного критерия удобства для 15 миллионов москвичей сделана большая-большая глупость. Мы продолжим эту тему буквально через несколько минут. Это «Особое мнение» Владимира Рыжкова. Мы скоро вернемся. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Продолжается программа «Особое мнение». Меня зовут Татьяна Филигенгаурова. Гостя к ней сегодня политик Владимир Рыжков. И еще пару слов по поводу ситуации в Москве с носом этих торгов. Итак, первое. Москвичам уже сегодня утром стало намного хуже. Потому что доступность самых элементарных продуктов, товаров и услуг для них ухудшилась. Второе. Почему я не понимаю этих действий московской мэрии, мэра Собянина. Очевидно, что снос ларьков сокращает конкуренцию. Очевидно, что ларьки конкурировали с московскими торговыми сетями и с крупными гипермаркетами и супермаркетами. Это означает, что сокращение конкуренции ведет всегда к росту цен. Это означает, что товары и услуги повседневного спроса для москвичей с сегодняшнего утра стали не только менее доступными, но и более дорогими. Это совершенно очевидно. И люди, которые сегодня с этим столкнулись, завтра уже обнаружат, что еще больше денег из их карманов забирают сети и крупные торговые центры. Третье. Страна находится в кризисе. За 2015 год, по данным Госкомстата, ВВП сократился на 3,7%. Частное потребление людей сократилось на 10%. За два года, за 2014-2015 год, реальные доходы россиян сократились на 15%. Страна сокращается, страна беднеет. Бедных за прошлый год стало на 3 миллиона больше. Что делает рациональная власть в условиях экономического кризиса? Две вещи. Снижает налоги на бизнес и делает максимально возможное дерегулирование. Это делал Кэмерон в Великобритании, когда начался последний кризис. Это делали немцы, это делают французы, это делают все. Делают итальянцы. Все делают две вещи. Сокращают налоги, даже за счет увеличения дефицита бюджета. Они считают, что падение экономики более страшная вещь, безработица. И сокращение доходов людей хуже, чем дефицит бюджета. Что делает наша? Да, так вот, две вещи делают все в кризис. Облегчают жизнь бизнесу и сокращают налоги. Что делает российская, в частности, московская власть? Сносит бизнес. Я сегодня у Владимира Милова встретил цифру, что только за последнее время в малом бизнесе в Москве высвободили 36 тысяч человек. То есть, 36 тысяч человек потеряли работу и были выброшены на улицу. Я не знаю, кто-то посчитал или нет, вот сегодняшнюю ночь хрустальных ларьков, сколько людей реально осталось без работы, сколько семей осталось без работы, сколько детей осталось без денег, необходимых на их питание, одежду и так далее. Я пока посчитала, что около 30 миллиардов придется заплатить в качестве компенсации из бюджета московского. Еще неизвестно, заплатят или нет. Еще неизвестно, как и кто эти деньги получит. И еще неизвестно, сколько денег затратили на снос того, что сегодня было снесено. Поэтому, с точки зрения даже антикризисной политики, действия московских властей абсурдны. Потому что они сокращают количество рабочих мест, они сокращают доходы бюджета, потому что эти люди так или иначе платили налоги. В том или ином виде они платили налоги. И в целом сокращают экономическую активность в городе Москва. Получается, что в кризис надо идти в одном направлении. Власти Москвы идут в диаметрально противоположном направлении. То есть, они проводят прокризисную политику. Не антикризисную политику, а прокризисную политику. Это абсурд. И, наконец, последнее. Это с точки зрения права. Я сегодня очень много читал. Естественно, все сегодня СМИ забиты. Это вышло чуть ли не в новость дня. Вот эта ночь длинных ковшей. Я читал сегодня весь день материалы. И убедился в том, что у большинства из тех, кто снесен, на руках есть свидетельство о собственности. У десятков из них на руках есть решение судов российских. О том, что их постройки являются совершенно законными. И сегодня же фонд по борьбе с коррупцией вывесил сканы документов, что все эти объекты являются объектами, внесенными в государственный реестр капитальных построек. То есть, у людей все на руках. Даже судебные решения. Пойдут в суд. Знаете, как Владимир Путин. Просто, извините, это какой сигнал дает обществу, что завтра снесут ваш дом, завтра проломят вашу квартиру, завтра разрушат вашу дачу, на которую у вас все документы. Какой-то сигнал дает бизнесу, который сейчас думает инвестировать ему в строительство чего-нибудь, в какого-нибудь магазина или не инвестировать. Если он понимает, что завтра ночью придут бульдозеры и все уничтожат. Поэтому я просто в шоке. Я не понимаю, что делает московское правительство и делает Собянин. Потому что с точки зрения интересов москвичей, это во вред москвичам. С точки зрения антикризисных мер, это во вред антикризисным мерам. С точки зрения сигнала обществу и бизнесу, это плохой сигнал. То есть, я не вижу ни одной положительной стороны в этом решении, кроме как выигрыша крупных торговых сетей, которые, конечно, на этом заработают дополнительные деньги. А можете объяснить еще такой аспект? Вообще, сейчас же год предвыборный. Странно делать такой непопулярный шаг, учитывая то, что наверняка «Единая Россия» и Сергей Собянин связаны в головах москвичей. Вы знаете, Татьяна, я думаю, что это выльется в несколько процентов потерянных на выборах 18 сентября. И не потому, что киоскеров так много, людей, которые потеряли там работу, хотя их тоже достаточно. И люди, конечно, я думаю, в шоке. Я сегодня видел эти кадры, как люди тащат эти коробки с одеждой и с продуктами питания, когда их просто буквально прям на крышу, им на голову рушили потолки. Это кошмар. Не дай бог никому такое пережить. Дело в том, что дело не только в киоскерах, дело в простых москвичах, которые каждый вечер покупали там что-то себе домой. Покупали молоко, покупали хлеб, покупали сыр. То есть, это акция, которая привела в шок весь город, как мне кажется. И в этом смысле, конечно же, сейчас февраль, второй месяц выбора в девятом месяце. Но я не думаю, что за семь месяцев миллионы москвичей простят своим властям, что они устроили такую чепуху вредную в условиях кризиса, когда люди считают каждую копейку, и когда неизбежное за этим повышение цен еще больше опустошит и без того пустеющие карманы москвичей. Я думаю, что партия власти потеряет на этом. И потеряет очень много голосов. Про партию власти. Тут недавно же был этот съезд большой, Единой России. Из Генсовета партии вывели двух министров. Ну, в общем, что там? Как-то пытаются избавиться от каких-то непопулярных совсем? Ну, это вообще ни о чем. То есть, я смотрел добросовестно выступление Дмитрия Анатольевича Медведева. Пытался услышать, как же правительство планирует выходить из кризиса. Ничего не услышал вообще. Кроме того, что депутатов лишат двухмесячной зарплаты в этом году. Вот уж большая экономия. Вообще ни о чем. И ничего больше другого. Но зато правительство сейчас представило антикризисный план, который в том числе предполагает повышение акцизов на бензин с 1 апреля этого года. Минфин и правительство предлагают ввести акцизы на автомобильные шины, чипсы, что-то там еще я не помню, пальмовое масло, которое используется в печенье, выпечке, в массе молочных продуктов, в сырках, ну, с их слов, с их слов вредное, да. Дальше. Предлагается почикать немножко вклады населения в банках. Ну, там очень большие вклады. Это коснется очень-очень. С ваших слов, Татьяна. А вскрытие покажет, кого это коснется. Вот. И сейчас начали еще больше выдаивать нефтяников. То есть, пошел разговор о том, что надо поднять налоги на нефтяников. То есть, что мы видим в реальности? Мы видим, да, еще и киоски сносят. Гнобят малый бизнес. У нас, кстати говоря, доля малого бизнеса в экономике очень низкая. В принципе, это общеизвестный факт, но я его еще раз повторю. Что у нас по разным оценкам в ВВП доля малых предприятий от 12 до 15%. Там среднеамериканский, среднеевропейский уровень 40% в ВВП. Что делает власть в этой ситуации? Что такое малый бизнес? Это огромное количество рабочих мест. Огромное количество налогов, которые с него получаются. Потому что там работают миллионы людей. Что делает наше правительство? То есть, абсолютно проводят не антикризисную политику, а прокризисную политику. Повышает налоги акцизы, что приведет к неизбежному росту цен. Потому что, если вы вводите акциз на бензин и повышаете налог на нефть, это вылезет во все остальные цены в стране. Что такое акциз на пальмовое масло? Это почти все продукты подорожают. Что такое акциз на автомобильные шины? Это тоже все автомобили подорожают и все перевозки подорожают. Плюс еще платон пресловутый и так далее. То есть, правительство повышает постоянно налоги, акцизы, сборы. Налоги сейчас еще вырастут очень сильно на загородные участки, на загородные дома, на квартиры. Вытягивает все больше и больше денег из населения. Но при этом никакого серьезного дерегулирования и облегчения жизни бизнеса не проводят. А на этом фоне еще сносят палатки. То есть, я думаю, что сейчас правительство просто, что бизнес сейчас просто в шоке, когда вот он видит все вот это, вот эту подготовку роста налогов, одновременно со сносом ларьков в Москве, я думаю, что от худшего сигнала прокризисного на углубление кризиса, чем только можно было придумать в начале года, ну, я даже не знаю, какой такой сценарист пишет такие сценарии. Вот у меня один вопрос. Вообще как-то в Кремле не подозревают о том, что нет дороги? Ну, вот сейчас услышат наш эфир, Татьяна, надеюсь, и прозреют. И дадут по голове московской мэрии и скажут, больше не сносите палатки. Вся администрация президента прильнула. Прильнула, прильнула двумя ушами. Если говорить в целом про предвыборный год, что вы ждете от компании для, конечно, не для партии власти или для системной оппозиции, а для людей, которые все не теряют надежду за эту власть побороться? Я вижу, чувствую ухудшение общественной среды. Я вижу, что растет агрессивная пропаганда. Я вижу, что растет ненависть и раздувается пропаганда. Ненависть к инакомыслию, ненависть к оппозиции. Все больше и больше Сталина на выставках. Все больше и больше антиамериканизма. Все больше и больше употребляются термины не только Рамзаном Кадыровым, а многими другими. Пятая колонна, иностранные агенты, агенты влияния, враги народа. Это все больше и больше входит в обыденный язык. Еще три года назад представить себе, что пятая колонна, враги народа и иностранные агенты. Язык фашистских и красных диктатур станет у нас почти обыденным языком. Невозможно себе было представить. Мне кажется, что общественная атмосфера быстро ухудшается. И я это объясняю только одним, что кризис продолжается. В этом году, скорее всего, нас ждет опять падение экономики, то есть снижение ВВП, снижение реальных доходов населения. Оно уже предусмотрено даже самим правительством, которое не индексирует зарплату бюджетникам. Татьяна, как вы знаете, не индексирует пенсии работающим пенсионерам, а работающим только на 4%. При инфляции, которая будет 9-10%. Так что все показатели будут снижаться. В последние месяцы резко падает рейтинг Единой России. Начал падать рейтинг президента. Резко падает рейтинг правительства Российской Федерации. И мне кажется, что реакцией на это готовятся фальсификации и репрессии. Поэтому выборы будут крайне тяжелыми. Крайне в тяжелой атмосфере. Но, тем не менее, я считаю, что в них надо участвовать, выходить с яркой, позитивной программой, призывать людей голосовать за оппозицию. Боже, где же найти эту позитивную программу? Только что я ее изложил в вашем эфире. Что надо делать? Чтобы справиться с кризисом. Я переслышу. Слышащие да услышат. Снижение налогов и дерегулирование. Спасибо большое. Это было особое мнение Владимира Рыжкова.